Слово И произойдет отрасль от корня Иесеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и будет в тот день к корню Иесееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники. Не отойдет скипетр от Иуды и законодателя чресла его, доколе не прийдет примиритель и ему покорность народов. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одней вечных. Имя Ему Эммануил, с нами Бог! Сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Альфа и Омега, творец, царь царей. Мессия, искупитель, друг, прибежище, добрый пастырь, победитель, прощающий. Слово Иегова, Хадатай, верный и истинный, спаситель, рожденный умереть. Иисус Христос, Эммануил, с нами Бог! Слово Иегова, Хадатай, верный истинный, спаситель, рожденный умереть. Слово Иегова, Хадатай, верный истинный, спаситель, рожденный умереть. Слово Иегова, Хадатай, верный истинный, спаситель, рожденный умереть. Иисус Христос, Эммануил, спаситель, рожденный умереть. Но не было достойного ни на небе, ни на земле. И только единственный Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца, и Который Сам, Бог, решил стать искупительной жертвой за всех людей. Вот Я, пошли Меня. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Субтитры создавал DimaTorzok Исайя говорил, народ, входящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной посияет свет. Недолго нам осталось ждать. Он придет, он будет нашим царем. Эй ты, кто позволил тебе кричать здесь? Ты, кажется, что-то сказал о царе? Арестовать его. Сейчас ты предстанешь пред настоящим царем. И тогда посмотрим на твою смелость. Не смейте! Не трогайте его! Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей или Совета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо или Совета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, под жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. И все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему. Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу, Богу, их, и предъедет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорив им образ мыслей праведника, дабы представить Господу народ приготовленный. Как я узнаю это? Ибо я стар, и моя жена в преклонных летах. Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Между тем, народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. Что случилось? Он не говорит. Захария, что случилось? И они поняли, что он видел видение в храме, а Захария объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев, и говорила, что Господь призрел на нее, чтобы снять с нее поношение между людьми. Субтитры создавал DimaTorzok В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф, из дома Давидова, имя же деве Мария. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословена ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла. «Что бы это было за приветствие?» И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царства его не будет конца». «Как будет это, когда я мужа не знаю?» «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». «Да будет мне по слову Твоему». «Я только лишь раба Господня, я в трепете, но с радостью приму, о чем услышала сегодня. «Величит Господа душа моя, Ему пою я песню эту, быть матерью царя царей. «Меня избрал и женщин всей планеты». «Призрел он на смирение мое, и сына своего доверил. Его слова я все до одного, исполню, потому что верю. «Величит Господа душа моя, Ему пою я песню эту, быть матерью царя царей. Меня избрал и женщин всей планеты». Встав же, Мария в Аднисии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии. «И приветствовала Елисавету». «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. «И Елисавета исполнила святого духа и воскликнула громким голосом. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный. И свято имя его, и милость его в роды родов боящимся его, воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Была же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его, Захарии. «Слава Богу, Елизавета!» «Велик наш Бог, и послал вам милость свою!» «Какой прекрасный младенец!» «А вы, конечно же, назвали его по имени отца, Захария?» «Нет, мы будем называть его Иоанном!» «Иоанном?» «Что ты говоришь, Елизавета?» «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы всем именем?» «Давайте спросим у отца его, как бы он хотел назвать его?» «Подайте ему дощечку, он напишет» «Е-О-А-Н» «Е-А-Н» – имя ему «Захария! Слава Богу, Захария!» «И разрешились уста его, и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога, и исполнился Святого Духа, и пророчествовал, говоря» Благословен Господь Бог Израилю, что посетил народ Свой и сотворил избавление Ему и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, и ты, владенец, наречешься пророком Севышнего, ибо предъедешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. Младенец же возрастал и укреплялся духом. Ага, попался! Теперь ты догоняй! Шалом тебе, Йосиф! Мир тебе, Елизар! Твой заказ готов! Проходи! Спасибо, Йосиф! Это то, что надо! Вот, возьми! Благодарю! Благослови тебя Бог! Йосиф, давай еще поиграем! Да, давай играть! Кажется, ваши родители послали вас ко мне не для того, чтобы я научил вас играть в догонялки. Так что, за работу! Ладно, идем. А ты расскажешь нам еще одну историю? Ну, хорошо. Приступайте к работе и слушайте. Господь ввел израильский народ по пустыне 40 лет, чтобы привести их в обещанную землю. Он давал им ману с неба и воду, и они ни в чем не имели нужды. Но все же иногда роптали и были чем-то недовольны. Однажды, во время сильного ропота, Господь послал наказание для них – ядовитых змей. И те, кого кусал змей, умирали. Тогда народ попросил Моисея помолиться, чтобы Господь избавил их от змей. И Бог повелел Моисею сделать медного змея на шесте. И те, кто с верой смотрел на него, не умирали от укуса змея. Бог постоянно заботился о своем народе и избавлял их от бед. Мой дедушка мне сказал, что сейчас наш народ тоже страдает от рабства, только римского. Но Бог обещал послать Мессию, который нас избавит от этого рабства. Да, верно. Мы ждем нашего Мессию, но мы не знаем точного времени, когда он придет. А как он придет, ты знаешь? В пророчествах написано, Господь даст вам знамение. Сей дева в очреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил. Значит, он родится, как и мы? Как же мы его узнаем? Так написано. Думаю, Бог нам откроет это, и мы узнаем. Иосиф, Мария идет. Ну все, сегодня хорошо поработали, а теперь по домам. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. Иосиф, сын Давидов, Какая прекрасная ночь! Да, и какое чистое небо! И звезды! На это можно смотреть бесконечно! Подождите! Подождите, я, кажется, что-то вижу! Что-то очень необычное! Это просто невероятно! Взгляните! Да-да-да, я вижу! Неужели это звезда? Но она такая яркая! Если это звезда, то ее здесь раньше не было! Это новая звезда! Новая звезда? Кажется, я что-то знаю о той звезде! Цириус! Да, мой господин! Поскорее принеси мне мои свитки! Да, сейчас, мой господин! Неужели это то, что я думаю? Ммм, интересно! И что же ты думаешь? Вот ваши свитки, господин! Спасибо, Цириус! В пророчествах написано про звезду, которая будет возвещать о рождении нового великого царя! Я тоже читал об этом! Это будет иудейский царь! И он станет спасителем всего мира! Всего мира? Мы не можем пропустить такое событие! Тогда не будем терять время! Пойдем и поклонимся новому царю и принесем ему лучшие дары! Да, пойдем! Цириус! Цириус! Да, мой господин! Мы отправляемся в дальнюю дорогу, Цириус! Скорее! Помоги нам собраться! Конечно, мой господин! В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирию. Приказ Кесаря Августа Объявляется перепись по всей земле. Каждый житель обязан вернуться в свой город для переписи. Каждый без исключения. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи из города Назарета в Иудею в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Мариейю, обрученную ему женою, которая была беременна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда же они были там, наступило время родить ей, и не нашлось им места в гостинице. Субтитры создавал DimaTorzok Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. Великий царь Ирод Во дворец прибыли богатые незнакомцы. По всему видно, что это мудрецы с востока. Они утверждают, что рожден новый царь и пришли поклониться ему. Что за глупости я слышу? Как они посмели говорить о каком-то царе, кроме меня? Впустите их. Ваше Величество, мы ищем родившегося царя Иудейского. Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Звезду? Звезду в честь царя? Об этом также говорят древние пророчества. Пророчества говорите? Мне нужно посоветоваться с моими книжниками. Возможно, они что-то знают. А пока побудьте моими гостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В чем же я могу не знать? Звезда? Звезда в честь царя Иудейского? Царя первосвященников и книжников «Быстро!» «Быстро!» Пришли мудрецы с востока поклониться иудейскому царю. Но, оказывается, это не я. Они пришли поклониться не мне, а какому-то новому родившемуся царю. И говорят, что это было предсказано. Вы можете объяснить, что это значит? Господин наш, кроме тебя нет другого царя. Ты единственный наш великий царь. Но... Что? Ну... Отвечайте! В пророчествах действительно написано о рождении вождя. И, возможно, об этом говорили эти люди. И что же написано в пророчествах? И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Вифлеем? Земля Иудина? Да, наш царь. В Вифлееме Иудейском. Так написано через пророков. Можете идти. Они еще не знают, кто такой царь Ирод. Позовите их ко мне! Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал у них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Приди, приди, Эммануил, спаси от власти темных сил. В неволе страждущий народ, что терпит, молится и ждет. Ликуй, ликуй, эммануил, спасет народ от вражесей. Приди, Господь, как на осиной, свое величие покажи. Твою нам волю открывай, в сердцах и мыслях напиши. Ликуй, ликуй, эммануил, спасет народ от вражесей. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслах. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Слава, слава, Аллилуйя! Слава, слава, Аллилуйя! Слава, слава Вышних Богу! 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 Благоволение в человеках, благоволение. Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Свят наш Господь! Свят наш Господь! Слава, слава, Вышний Богу! Слава, слава, Вышний Богу! Мир на земле, мир на земле Слава, слава, аллилуйя Слава, слава, Вышний Богу В человеках благоволение В человеках благоволение Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа Небесный гор поет О днем, а пастухи внимают Все есть Христос, Господь Пришедший в мир с небесный зов Он нам всевышним дан Спаситель, Сын Марию Его приход за сотни лет Пророки предсказали Чтоб каждый мог у ног Его Сложить свои печали Все есть Христос, Господь Пришедший в мир с небесный сон Он нам всевышним дан Спаситель, Сын Марию Спаситель, Сын Марию И возвратились пастухи, сладые, хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было А Мария сохраняла все слова сии, сладая в сердце своем И все звезда, которую видели волхвы на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец Младенец Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его И пав, поклонились ему И, открыв сокровища свои, принесли ему дары Золото, ладан и смирну Нам к ветхой жизни больше нет возврата Ты, царь царей Тебе принес я сладо Аллилуйя новому царю Аллилуйя новому царю Аллилуйя новому царю Он достоин чести, славы, поклонения Ты, Бог, чья власть над адом и над раем Тебе принес я благовонный ладан Аллилуйя новому царю Он достоин чести, славы, поклонения Я явился смертным Ты передо мной смирну прими Как удел земной Аллилуйя новому царю Аллилуйя новому царю Аллилуйя новому царю Он достоин чести, славы, поклонения И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду Иным путем отошли в страну свою Аллилуйя новому царю Субтитры создавал DimaTorzok Папа, так жалко эту овечку. Да, жалко. Но это жертва. Так повелел нам Господь. Мы должны стараться исполнять все то, что Он заповедовал нам. А что это за дедушка? Он стоит тут каждый раз, как мы приходим в храм. Этот старец – Симеон. Он очень благочестивый и праведный. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня. Христа Господня? Да, Мессию, Которую мы все ожидаем. Ну, идем. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем. Чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложественно, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубинных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал. «Ныне отпускаешь раба Твоего, владыка, по слову Твоему, с миром. Ибо видели очи Мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народу, свет просвещения язычников и славу народа Твоего, Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его. «Все лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет привлеканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». «Отец, Отец, Мессия!» «Неужели?» «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на роминах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». «Отец, Отец, Мессия!» Он так любит всех нас, что оставил небо и родился в грешном мире. «Чтоб людей спасти, чтобы каждый смертный, а бы не был грешен, не с того раствор, без счастья радость мог найти. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы краска ты на гребень за тебя страдать. А тебе отдать всю славу и любовь свою навсегда вернуть в небесную страну. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы краска ты на гребень за тебя страдать. А тебе отдать всю славу и любовь свою навсегда вернуть в небесную страну. Неужели в сердце для креста нет места? Неужели не поймет оно его любви? Неужели напрасно, на кресте там страшно проливал он тебя поток своей крови? Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы краска ты на гребень за тебя страдать. А тебе отдать всю славу и любовь свою навсегда вернуть в небесную страну. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы краска ты на гребень за тебя страдать. А тебе отдать всю славу и любовь свою навсегда вернуть в небесную страну. Он так любит всех нас, что оставил небесную страну. И не больше той цены, что за тебя он дал. Так придишь сегодня на призыв Господний, а царись скорее, он тебя так долго ждал. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы краска ты на гребень за тебя страдать. А тебе отдать всю славу и любовь свою навсегда вернуть в небесную страну. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы краска ты на гребень за тебя страдать. А тебе отдать всю славу и любовь свою навсегда вернуть в небесную страну. С Рождеством Христовым! И сей я с вами во все дни до скончания века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова